здравствуйте дорогие товарищи продолжаем играть феном бро где это мы тут шафт 13 мы здесь были не были черт выкинул меня куда-то непонятно куда а были 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 и вышли где рефайнер и файнер и следующий поворот песики 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 так рефайнер у нас здесь красавчик хороший мальчик мальчик и и не останавливайся и вот завод ай халф лайф как напоминает ой просто халф лайф да помню короче нужно поднять из 3 а потом еще где-нибудь там надо будет поднять запомним значит первое 1 3 1 3 2 3 3 134 и 1 3 2 3 2 3 4 1 3 2 3 4 1 3 2 3 1 3 2 3 4 и что нам дает вот эта информация так 1 3 1 2 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 и 2 3 4 интересно так 1 3 2 3 4 1 3 2 4 1 3 4 1 3 1 3 4 1 3 4 1 3 5 4 1 3 3 5 0 3 0 3 2 1 3 4 4 реки Well... допустимSen Maisden takingson 1 1 3 3 7 мне нужно первым и нет 4 почти почти вот это вот вот этого надо поднять ну круто что не годится не годится так суровая какая херня ручка что ли брать надо вы ну это чисто на логику это то есть вот это должно быть последним поднимать это должно быть поднято так 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 Так, ну вот это вот самая простая позиция, которой я могу добиться. Значит, подняли, перекрутили, поменяли, опустили, нет, не то, подняли, опустили. Так, нам бы второе как-то поменять местами. Сука, ну и всё не то. Ай, блин. Сейчас такое, a few hours later. Так, это меняет последние три. Ну, честно говоря, никто бы в реальности такой херней не занимался, но у нас типа пазл. Так, ну допустим. Ммм, сучара. Ладно, не буду вас томить, пойду порисую себя. Так. Ой, здравствуйте обратно, дорогие товарищи. Короче, блин, это дурная загадка на самом деле. Там, если так по комбинаторике пройтись, то там не получалось никак. Так. Каким-то образом тут вот эти маленькие хрена... вот эти вот трёшечки, они блокируют, видимо. Это конвейеры и, в общем-то, из нетривиальной математической загадки она превращается в очень простое. Ну, в общем, как-то так. Ну, вот это вот, блин, геймдизайнер, что бесит. Да. Какой-то мудак вот этот говорит как-то, скажи, типа, о, ты живой, скажи мне, вот теперь ты прошёл через всю эту хуйню. Блядь, как меня бесит. Меня пазл очень сильно бесит, реально. Что это за хрень такая? Электро хрень какая-то. Ладно, пойдём посмотрим. Дааааа, однако. Конечно, убил я на это время пипец, сколько много. Что я сделал, зачем я это сделал? Что я сделал? Продолжение следует... 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 это не работает сука это нужно выучивать реально бля сейчас подожди мне казалось что это видео паттер 3 4 5 я какая еб твою мать педерасты вот на придумали тут игры меня так не работает что здесь надо сделать не видит ну то есть я сюда пришел чё дальше где-то здесь выход должен быть ой как меня бесит эта игра честно говоря да да именно все так нужно прыгать по этим грёбаным так ага 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 а дальше над блоки раз в какой момент прыгать то надо три пять пять семь восемь а не туда да ладно три четыре ай да ёб твою мать раз два три четыре пять шесть семь восемь ну вот и все блять сколько разговора была хрень хрень и блин что у нас здесь такое кстати говоря музяка лен пытается испугать меня да и меня пытаетесь окей сломалась дверка теоретически можно теперь вот так вот пройти или нельзя лечис чирки сделал сока 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 бля а а Ах... Понятно... Нормально тогда... Ну, под конец игры обычно все такое недотестированное... Типа... А что так можно было пройти? А вот, смотрите, можно было, да? Так, ну чё там... С той стороны ничего интересного не было... С этой стороны... Наоборот, с той стороны было поинтереснее... Тра-та-та-та-та-та-та-там... Собаки... Пауки, где вы там? Идите ко мне... Мать твою... Батя писал... Не лезь в шахту, не будет весело... Не лезь в шахту, говорили они... Не будет там весело, говорили они... Сука... Давай, открывайся уже... Блядь... Чё за хрень? Слушай, мне не жалко, я не могу динамитик потратить... Здесь у меня... Остался еще один... Вот так вот... Сука, она открывалась... Ёб твою мать... То открывается, то ломается... То ломается, то открывается... Блядь, эти... Ебанитовые... Левел-гейм-дизайнеры, а? Это грубо... Переделать бы уже давно бы... Ремастер бы и не хватает... Закрыто... Я никогда не выберусь отсюда... По крайней мере, этим путем... Ага... Да, понятно... А если попытаться нашим... Сейчас... Один момент... Один моментик... Сейчас... Сука, ты... Ломаться будешь или нет? Стол... Сломайся, блин, как девочка... Люб... Да, блин, я там такие... Эти самые... Ломал, а ты... Ладно, херня... Все, херня... Так, фонариков у нас полно... А, точно, у нас эти... Каттеры есть... То есть... Цемент практически мокрый... Не работает так... То есть... Стенку положили практически неделю назад... Блять... Вот это реально... То есть... То одно, то другое... Господи, боже мой... Наплодили сущности... Просто... Просто на... На ровном месте... Ну... Поехали, большая черепаха... Ну да, туда... О, о, о... Красота, книжки... Да... Индустриальная хрень... И... Научные журналы... Та же самая... О, червяк... Проектор... О... Микроскоп шестидесятых... Ничего особенного нет... Ничего особенного нет... Да... Эй, блин... Старая... И что дальше... И что дальше... И что дальше... Опять же... Книжки... Что-то фигово видно... Но... Походу, аналиды... То есть... Ну, эти червяки... Где мои пейнткиллеры... Ёп... Красота... А, не то... Не то... Не то... Господи... Действительно... Что это... Думы... Такая... Я просто хотел... Нет... Не надо... Что-то тут постирали... Статистикой... И... Крут... Дроинг... Ну, короче... И рисунки... Грубые рисунки... На этой... Доске... Говорят... Об аналиде... То есть... Вот этой хрени... Хренаски... Тут... Прямо... Руками трогаешь... Тут... В обморок... Падаешь... От того... А тут... Вот... Лезешь... Руками... Куда-то... Пипец... Ну, ты... Долбанутые... Какие-то... Вырезки... Би... 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 Медика... Что это... Биомедик... Местная фауна... И... Полевые исследования... Да... Ладно... Давайте... Что у нас тут... Ха-ха-ха... Когорта... Чуть-чуть... Не знаю... Что такое... Мужик... Мужик... Без имени... Тот... Кто открывает... Врата... Ват... С ухмылкой... На его лице... Он... Ужасен... Без сомнения... Он... И... Врата... И... Врата... Врата... Становится... Много... Крауды... Крауды... Как-то сказать... Многолюдно здесь... Как будто я один из многих визиторов... Ну... Этих... Посетителя... Странно... Но они все... Похожи с... Все они похожи... Знакомы мне... О... Копенгаген... Пост... Пятница... 25... Декабрь... 70... Суеверия... Существует... Смертельная шахта... До сих пор дышит... Рабочий... В... В... Северо-западной... Железной шахте... В Гренландии... Пропал... Предполагается... Мертв... По... Истечении... Э... Полуночи... Прошлой ночи... Локал... С... 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 Наверное... Что-то там... С глупостью... Связанное... Так... Э... 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 шахты, впоследствии переделанную под военный бункер и, наконец, закрытую в 1952 году. Железная шахта, как это сказать, до сих пор... Нет, в железной шахте отличные рабочие записи и, несмотря на недавнюю пропажу, до сих пор неизвестного рабочего. Мы узнали, что этот мужчина, который пропал, был молодой рабочий, который приехал из основной Европы, возможно, Гренландии, то есть не подфото Гренландии, Денмарка, то есть Дании. И власти на обоих концах света пытаются контактировать с любой семьёй, у которой у него была. Мужчина потерялся 10 дней назад, и главный по шахте объявил, что он, видимо, мёртв. Это решение, как нам сказали, не было принято легко. Полный поиск по шахте был совершён. Без соответствующего оборудования или транспорта мужчина не мог выжить на поверхности. Хотя суеверие в Гренландии, суеверность населения в Гренландии уменьшилась за последние годы, некоторые местные жители до сих пор считают, что земля сама по себе проклята. Как было исследование о том, что было исследование 40... Короче, исследовалось на протяжении 40 лет до посетей день, что здесь очень высокий уровень суицида. Но эти исследования были, считаются, не совсем корректными. Ларс Генсен. Отлично. Черви, 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 черви. Так. Один момент. Да, есть всё-таки прелесть в том, чтобы играть ночью, когда никто тебя не тревожит. А то все живые, как бы, живые. Как-то сказать... Все... Никто не спит. И поэтому кто-то пишет постоянно. Так. И что? И что мне сделать с тобой? Ну и что мне с тобой сделать? Не двигается ни хрена. Что у меня тут есть? А, у меня есть этот скруй драйвер. Блин, пипец. Это какой? Ага. Окей, а если... А. О, красота. Всё, газета не нужна. Я думал, ты почитать ходишь. Он вначале подбирает, а потом... Да такая подсказка, знаете ли. Тоже как-то не очень хорошо. Так. О, ядрит, смотри. Что за хрень? Открывайся, зараза. Открывайся. Так. Окей. А если тебе... Да, можно. О, записочка. Профессор. Это биомедицинский журнал доктора Петира. Что-то там... Магистра какой-то хрени. Сделано между 30 марта 69 года и 1 январем 72 года. О, 72 год. В северо-западной исследовательской станции. В северо-западной железной шахте. С разрешения от корпорации Дельта Шахта. Дельта Майнинг. Копирование определенных отрывков. Оставлено на рассмотрение главного по шахте. Объект исследования. Генус фиакофилиала. В общем-то... Серокаменная червь. Цель. Исследовать ненормальное... Анормальное... Анормальное... Как-то сказать... Аномальное присутствие... Короче, вот этих вот товарищей в гренландских скалах. Метод собирания образцов. Если, конечно, они могут быть идентифицированы правильно. Стандартной серии тестирования... Наблюдения и... Виви-секция. Персональные записки... Заметки. Персональные заметки. По прибытию на шахту я был немедленно... Ошеломлен широким количеством фауны, которая нашла способы выжить здесь внизу, несмотря на условия. В целом, можно предположить, что виды, чья естественная среда обитания на определенной глубине... Поймут, что... Как бы найдут, что... Вторжение человеческих... Человеческой активности... Слишком великая опасность, чтобы оставаться на месте. Однако... The exact... Однако, именно противоположность... Противоположное... Произошло в данном случае. Любопытно, что... Определенные части шахты существуют почти полностью без жизни любого рода. А вот другие, более глубокие зоны... Ну, наверное, полны ими. Я не знаю, что такое тимминг. И если ситуация позволяет, я бы использовал возможность, чтобы использовать время, чтобы изучить эти организмы. Однако, цель моей остановки здесь... Главной целью моей... Моего пребывания здесь... Это... Вот этот вот червь. Я. О! Наконец-то! Это кто-то другой уже. О! Наконец-то какая-то... Бумага для письма. Посмотри на меня. Я использую эту... Страницу просто написать, что... Все, что приходит в мою голову. Ха-ха-ха! Вот, что это за хрень? Какая-то... Исследовательская бумага. Да, неважно. Это... Бумага все равно. Я наконец-то могу записать, что происходит здесь. Я... Да я предположительно... Год здесь. Наверное, уже... Конец 2001-го. А... Я... Думаю, где же... Когда же было... Рождество. Да, неважно. Слишком... Устал, чтобы писать сейчас. Немножко... Отдохну. Профессор. Образцы собраны. Собрание коллекции было легче, чем я ожидал. Настройка, так сказать... Установка искусственного... Окружения для... Скальных червей произошло без запинки. И... Черви... Настолько настойчиво, что... Ээээ... Содержать их. Они все... Здорового... Ну... Они все... Здорового размера. Возможно, даже... Больше, чем... Записанного размера. Я могу только предположить, что... Это происходит только из-за того, что здесь нету никаких естественных хищников. Ммм... Эти... Особи... Найдены особи. Три взрослых. В искусственной... В искусственном окружении. И... Две... Личинки. Мертвые. Так... И... Второй чувак. Я здесь был около двух дней. Думал записывать события каждый день, но это... Но я был слишком занят обеспечивая безопасность зоны. У меня есть... Некоторые... Я использовал некоторые... Пайки из старой шахтовой системы, что... Чтобы... Запастись здесь. Поскольку это кажется безопасным местом. Как... So those things... As any... Так... Поэтому и эти существа должны, по крайней мере, немножко... Отстать от меня. К этому моменту кажется, что я достаточно... Удачлив остановившись здесь. Так... Все это старое исследование... Оно о том, что... О чем-то похожем. Что преследовало меня, как я убежал из... Своего убежища четыре дня назад. Не поймите неправильно. После того, что... После того, что... Они сделали со мной тогда... Я... Был лучше... Столкнулся с чем-нибудь еще. И... После... Года... После... Почти года... Драки за... За нашу жизнь. Мы даже не... Имели никакого шанса. Я не знаю, сколько там еще осталось... Внутри. Но это хорошо. Эти записки могут иметь... Какой-то... Могут подсказать какой-то выход, как драться с этими... Существами. Эти скальные червы, которые меня преследовали. Я не знаю, как я приходил сюда и... Или как они добирались до меня в темноте. Но, может быть, я могу... Как-то с этим справиться. Я нашел какие-то старые... Эээ... Записки из газет. Я... Эээ... Думаю, что они относятся к этой шахте. Я не знаю, насколько она старая... Такая большая. Эээ... Я понимаю, почему они построили... Эту... Эта... 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 Фасилити. Блин, фасилити не знаю, как переводить. Эээ... Эту постройку здесь... Эээ... Ээ... Эээ... А... А... Мы надеялись на одного из ученых, которые... Убежали... Ээ... Как раз перед началом всего этого. Ээ... 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 Эээ... Ээ... Убежал практически сразу же, как начался хаос. И... Может быть, он даже... Подумали, что он даже выбрался. и пришел за помощью, но, может быть, я и он теперь разделяем одну и ту же судьбу. Ага, это тот, который пауками нажрался. Я должен записывать, что здесь происходит, и оставить миру вопросы, которые он так не нужен, и чтобы он не стал жертвой того, что мы выпустили отсюда. Но для начала я должен позаботиться о себе, как-то найти выход отсюда, и понять, как убить этих проклятых червей. Профессор, наблюдение. Существа ширше, чем раньше мы записывали. Молодь, измолодь как-то. Короче, молодые существа до сих пор растут, и при этом больше их натуральных лимитов. Больше, чем те взрослые, которые мы видели. Я буду смотреть с интересом, что произведет эта определенная особь. Короче, у червя, похоже, три чувства, как можно узнать по предыдущим исследованиям. Вкус, запах и очень чувствительное чувство прикосновения, которое позволяет им понимать вибрации в скале, в том же понимании, как глаз видит свет и производит его в картинку. Их натуральная добыча, это насекомые, которые меньше, чем они сами. И, господи, помоги этим насекомым, потому что этот червь очень злобный и эффективный убийца. Вот этот спасшийся, он прав, то есть нет, он не прав. У этих червей нету запаха. Сегодня я попытался их отвлечь с конкакшеном, который я нашел лежащим вокруг. Но никакого успеха не было. Тем не менее, он действительно замечает движения по вибрации, которые могут объяснить, как они могут видеть в темноте. Черт! Здесь практически нет возможности избежать их. Я на их территории сейчас. Жизненный цикл, три дня и дальше. Я могу до сих пор слышать их где-то там в стенах. Как экстренная, как дополнительная защита, я закрыл себя в маленькой студийной, маленькой исследовательской зоне, соединенной с основной лабораторной комнатой. И если они доберутся через эту стену, я, конечно, сомневаюсь, что эта дверь остановит их. Но это лучше, чем ничего. В общем-то. Профессор. Конклюзионс. То есть эти выводы. Эти существа высоко адаптируемые к окружению. Если их выпустят над поверхностью, похоже, их быстро уничтожат. А, они быстро уничтожат существующую скальную популяцию, ну, популяцию скальных червей. И после этого популяция вырастет до размеров, которые станут больше. Аустрюпинг и саунфудсвлайн. Короче, они вырастут больше, чем могут себя поддерживать. Имея в виду их увеличенные размеры и цикл жизни на данный момент, из-за неизвестных условий, я могу предположить, что червь, если его оставить в подобных условиях на достаточно разумный период времени, наверное, 3-4 тысячи лет, могут вырасти до... до 3 дюймов, делая их практически в 1 фут длиной, то есть 30 сантиметров. Тем не менее, если эти условия изменятся, или, конечно же, улучшатся, физическая эволюция может случиться гораздо более быстро. Я. Это пятый день сейчас, и я клянусь, они стали окружать мою локацию. Я даже не могу сказать, они повредили стену, которую я построил, но я уверен, что они вошли в те зоны, которые окружают эту комнату. Будущее выглядит очень-очень незавидно. Я собираюсь записывать все, что здесь произошло за последний год, и надеюсь, что, возможно... Простите. Я надеюсь, что, возможно, все, что произошло, может быть удержано, или как-то так... как-то так... можно от этого избежать. Я понимаю, что я могу писать все, что я хочу, но никто же не прочитает это. Зачем же это писать теперь? Хороший вопрос. Нет ответа. Все, что я знаю, я лучше... сам... возьму свою... жизнь в свои руки, чем умру от челюстей этого... ныкающегося монстра. Я... завязал узел. Эти монстры могут... покормиться моей плоти, но они не возьмут мою жизнь. Интересно. Искусственное обиталище. Довольно крепко, я смотрю. Да. Это что у нас такое? А что произошло? Короче, что бы ни произошло... что-то произошло больно и нехорошо. Короче, он говорит, что... видит только одно такое существо, которое могло бы потерять так много крови. Зеленой крови. И... не то, чтобы... были какие-то варианты. Ладно, херня, херня. Но, я так подозреваю, что надо идти внутрь сюда. Да блин! Ну, пустите меня, что ли, тогда. Так. Я могу сказать, что... что-то огромное ворвалось в эту... комнату не так давно. кровь и... жидкость везде. Воспорожное в районе. Потому что это темно. И даже, в районе, в который я был. Когда, субь, у меня меня не повреждает. Некоторые плохие вещи влюбились из моих умов. И, через мою пенку... И, в этой благородной благородной змеи... в себя... как будто меня повернули в свою любовь. И, по-моему... мне нужно было бы превратить пикет. Рыжая... в свою лучшую, сахареную, с небольшим инжином. прекрасно короче чувак похоже на живет на крысах и говорит что не надо куда-то там двигаться какое иди сюда блин собака блин а че я скальпель не могу взять такой большой классный нож нет сюда нельзя нельзя обратно дайте но это конечно пошумел уже прям так пошумел пошумел уедрит мадрид так они оставляют кровь там че-то одиночество темнота есть что-то там flash это типа кто это был этот ты раньше мэн сумасшедший который еще написал за шкафами и закрыл их а и завод за этой штука не подумали ребята да о том что как-то нелогично типа вообще налогично короче понятно ну как это хрен нарисовано чё она там нарисованы о короче кнр 7 июня 93 года понедельник короче какой-то легкое коллапсирование земли сейсмологи репортировали вчера что маленькие зонди тундры где-то на 100 квадратных метров киевики короче там немножко он провалил землю земля была необитаемая так это часть северо-западного горного массива и этот пролом оказался замеченным только из-за того что там прибыла годовая сейсмическая команда эксперты подозревают какие-то естественные проломы в земле как следствие коллапса и и короче не думаю что здесь был какой-то взрыв или какая-то сейсмическая активность что это скорее всего из-за шахты как бы все делал в шахты и скорее всего там какой-то человек этим занимался такие ладушки так вы мне скажите лучше чем не дальше делать-то с этой информацией туда туда вы не хотите чтоб я шел да там скорее всего злые собаки в смысле злые черви да 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 ну и чё мне теперь делать так ну вот я здесь чё-то нашел а чё нашел непонятно чё так это нам не надо собака да понятно так нормально ну чё окей наша Таня горько плачет Таня горько плачет не беси да да блин бесишь вот кто вот этот юзер экспириенс продумал можно его круто ну да 1317 1371 так круто и 7 1 хорошо хорошо хора 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 хорошо шо а 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 А, точно, это не туда Ой А, точно, это не туда Блин Да, кстати, интересно Так у нас это Псс, тут не работает Ясно Бесполезный пол Закроемся Один, три, семь, один, да? Пойдем Прекрасно Все хорошо, прекрасная Маркиза, все Ой Прекрасно Прекрасно Получается Продолжение следует... 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 Оу-оу! Охренеть! 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 Так... Немножко времени... Есть... Ой, бля... Да я понял... Довольно быстро... Охренеть! Охренеть! Ой! Бля, да вы бесите! Честно говоря, очень бесите! Да, да, да... Пошли, пошли, пошли! Да не повредит! Он же в зимних ботинках! Так... Что с ним там случится-то настолько сразу? Блин, ты теперь борись с этой системой! Охренеть! 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 Ай, ёб твою мать. Ай, блядь. Ай, блядь. Да, блядь, хватит меня разворачивать. Да, да, нет, не работает. На-на-на-на. Ай, блядь. Нет, там нету выемки, там просто такая... Да, не очень приятно, когда такая хуйня на тебя лезет. Так, что-то у нас нажать можно, нет, нельзя. Эй, сука. Блядь, здесь. А-а-а, блядь, надо было это. Блядь. Блядь. А-а-а... О, мой мозг не может представить, что действия акцион-мена, как героика, должен быть выступать, чтобы спасать всех Ред. Я сейчас жду так близко, чтобы вы бросить стены моего земляного зона, и выставить меня из этого мертвого койла. Я думаю, хватит на это. Мы избавились от этого греба, но давайте посмотрим. Вообще интересно будет. Так, ничего. Я внутри, я снаружи, и что-то там как бы не это самое. Ладушки, на этом всё. Спасибо, дорогие товарищи, что дозерпели до этого момента. Увидимся, в общем-то, в этой или в какой-нибудь другой игре. Это обязательно дойдём до конца, может быть, и дальше дойдём. Ну, а на сегодня всё. Лайкайте, подписывайтесь, шарьте, если вам понравилось, и прочие ништяки делайте. Вот. И, в общем-то, у нас есть ещё кооператив Дружба, на котором мы играем в кооперативные игры. Homeworld Russian Fleet, на котором собираются люди, заинтересованные в ожидании Homeworld 3 и прочих играх серии. И, в общем-то, прочие социальные сети. Ссылки в описании. А на этом всё. Пока-пока. Увидимся.